Всем привет, ребята, это обзор на GELIC в игре Car Simulator 2. Сегодня мы его затюним на максимум и проверим его скорость. Итак, вот мы уже подъезжаем к аэропорту. Я решил не затягивать, сразу уже к аэропорту приехать и включить запись. Итак, я его вкачал на фулл, на последний апгрейд. Ой, мы сейчас упали, ладно. Так, сейчас мы поедем, короче, на конец и будем смотреть на его скорость, ребята. Ну, честно, у меня есть такая небольшая надежда, что он разгонится до 300, где-то 50 километров. Так, Porsche у нас в предыдущем видео разогнался вроде на 377 километров, поэтому как бы сейчас мы будем тестить GELIC. Так, сейчас будем скорость его за 100 километров мерить. Раз, два, три. Раз, два, три. Три, четыре. Так, три где-то 4,5 секунды где-то до 100 километров. Итак, смотрим, уже 200 километров, скоро закончится дорожка. Итак, давай, 300. 282 там было. 282 километра на GELIC. Ну, неплохо, в принципе. Неплохая скорость. Но это меньше, чем у Porsche. Ну, конечно, я понимаю, GELIC и Porsche. Porsche это такая машина достаточно быстрая. Она, типа, на гонках вроде участвует тоже. А GELIC, ну, это чисто пацанская тачка. Но все равно, 200 километров это тоже как бы много. 282 километра это тоже как бы много, ребята. Так что, не знаю. Но давайте сейчас посмотрим. У меня только два видео вот сейчас про GELIC и про Porsche. Porsche стоит где-то 450 тысяч, а GELIC где-то, ну, 300 тысяч стоит. И как бы лучше купить GELIC. Ну, потому что он открывается раньше. Да и, в принципе, выглядит солидно. Если вы любите такие пацанские тачки, то GELIC это точно для вас. А если вы любите погонять, то, ну, можете проходить миссии и купить, собственно, Porsche. Честно, мне нравится больше Porsche, так как я люблю погонять. Ну, и GELIC тоже мне нравятся. Прям две топовые тачки. Но мы будем в следующих видосах еще тестить более топовые тачки, по моему мнению. Так что, ребята, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. С вами был, как всегда, я Евген. Всем удачи и всем пока.